Субтитры создавал DimaTorzok Джаннатун – это множественное число, слово джаннатун по модели фаалитун, образовано от трехбуквного корня джанна и джинну, джанна, то есть скрыл, покрыл, утаил. От этого корня происходят слова джаннатун – рай, густой сад, джиннун – джинны, джанинун – зародыш, миджаннун – щит, маджнунун – сумасшедшие. Казалось бы, совсем разные слова, но у всех их объединяет изначально общий смысл джанна, то есть сатрун, джаннун – сатрун. Джаннатун – скрывать, быть скрытым. Этот глугол проходит переходным и непереходным, например, джанна лейлю – наступила ночь, опустилась ночь, то есть стало темным. И джанна льмайита – похоронил покойник или завернул его в саван, то есть скрыл его от глаз в обоих случаях. Так, джаннатун – это сад с пальмами и деревьями, где густые деревья мешают увидеть то, что внутри. Отсюда и название рая – джаннатун, то есть райские сады. Джаннун – джинны, так названы, потому что они скрыты от глаз. То же самое и про джанин – зародыш, который скрыт в утробе матери от глаз. А также миджаннан – щит, которым укрываются от вражеских ударов и стрел. А также миджаннун – сумасшедший, чей разум затуманен, скрыт, образно говоря, скрыт. Значит, все эти слова объединяют общий смысл – скрывать, быть скрытым. Осталось сказать, что джанна – джанна на в основе. Это фиалун, сулясиун, муджерудун, сахихун, гайрусальмин – трех букв на глагол, первообразной формы, без добавления. Сахихун, сахихун, так как среди коренных букв этого глагола нет слабых букв алифа, вау, я. Однако это фиалун, гайрусальмин – неправильный, нездоровый глагол, так как его айн и лам, его вторая и треть коренных букв являются однородными, то есть это мудуав. А про то, почему здесь произошло слияние и как об этом мы поговорим в подходящий для этого момент. Здесь мы просто скажем, что слово джаннатун в основе являлось джаннатун, по форме фаалтун, как мы сказали. Первая из двух однородных букв имеет сукун, а вторая – огласовка, что и привело к слиянию этих двух букв, двух однородных букв, так как произнести удвоенную букв намного легче, чем произносить одну и ту же букву два раза. Это был один из двух случаев, когда слияние двух однородных букв является обязательным, согласно правилам Сарфа, то есть когда первая буква сукунирована, а вторая огласована. Это широко распространенные правила, например, мадддун, мадддун, щаддддун, щадддун, то же самое щадддатун, щадддатун, хуббун, хуббун и так далее. Второе слово – это альфафа по модели афаал. Множественное число – слово лафифун по модели фаал. Как мы видим, лафифун тоже является мудуав, так как образован от корня лафа, лафафа в основе, то есть у айн и лам, вторая и третья корневая буквы являются однородными. Здесь слово альфафа имеет единственное число – лафифун. Мы видим, что не произошло и два маслияния удвоения, так как две однородные буквы разделены слабой буквой. Аллаху а'лам.